Маткульт, привет! Привет! Миша! С нами Миша, студент МФТИ. Сейчас расскажет про ICPC, на котором он завоевал бронзу со своей командой в полуфинале. Одну из бронзовых медалей. Рассказывай! Вот. Соответственно... А ты куда уже? Давай-давай-давай, я могу и здесь. Значит, формат ICPC такой. Дается 5 часов. Ну, во-первых, там несколько ступеней приходят. Вот есть чемпионат мира по футболу. Наверное, все за ним следят уже. На этой стадии, да. И есть чемпионат мира по спортивному программированию. Тоже есть там полуфинал, четвертьфинал. И, соответственно, в команде 3 человека. Они сидят и 5 часов им дают много задач. 12 примерно задач было. По-моему, 12 было в этот раз. Но по-разному может варьироваться. И один компьютер. Поэтому им нужно решать эти задачи. Говорить, ой, я решил. Садиться и быстро писать. Желательно безошибочно. И, соответственно, взаимодействовать так, чтобы компьютерное время не уходило. И понятно, что часть задач связаны каким-то образом с математикой. И, собственно, начнем. Я же не зря про чемпионат мира говорил. А, я знаю, зачем ты меня поднял. Чтоб я идеи давал. Правильно? Сейчас я буду пытаться... Да, давай. И первая задача как раз. Я не видел ничего, честное слово. Про чемпионат мира. Ну, не совсем. Но в связи с ним. Футбол. Футбол. Называется футбол. Фантомас. Условие очень простое. Сама отношение очень сложное для разводчика. Футбол. Значит, как известно, болельщики не любят ничьих. О да. Ничьи это скучно и вообще... Отстой. Как бы ни тем не нравится, ни другим не нравится. Все хотят выиграть там. Вот, соответственно, известно, что вот есть какая-то одна команда И она сыграла N матчей. Ну и как водится, известно, сколько она в этих матчах забила и сколько пропустила. Это еще групповая стадия или уже этот, плей-офф? Не важно. Не важно. Ну, групповая стадия. Группая. Вот, известно, что в этих N матчах она забила A голов, а пропустила B голов. Ну и очень простой вопрос. Какое минимальное количество ничьих могло быть? И, соответственно, привести пример результатов, при которых это могло произойти. Вот, то есть минимизировать... А, число ничьих. Ничьих. Именно минимизировать. In New York. I'm an Englishman in New York. То есть даже пусть она больше проиграет, но ничьих не надо. Так хотя бы одна из групп фанатов будет довольна, если проиграет или выиграет. Ну, надо устроить ей ничью со счетом B, B, если B меньше A. 13-13. Так. Да? Ну и дальше она там, допустим, выигрывает, да, все оставшиеся A-B матчей. Ой, точнее, A-B матчей выигрывает. Одну такую ничью и просирает все остальное. Что все остальное? Все остальные N-B матч. А как она их проигрывает? С каким счетом? Ну, подобрать там по другим командам уже. Ну и с чем-то. Ну и с чем-то. Сейчас, смотри. Она пропустила B-голов, так? А, ой! Боже, что я сказал. То есть так она все выиграет, должна выиграть, да? Все остальные N-B матчей, A-B-B-Gолов. N-B матчей, A-B-B-Gолов. Нужно N до 100, A до 1000, щадящие ограничения такие. Там все примерно как-то или нет? Ну или чем точнее решишь, тем лучше, да? Нет, нужны абсолютные минимумы. А-а-а, то есть это значит, что по математике они, по-моему. Да, да, причем не очень сложные. По математике. Так, 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 так. То есть единственное, что дается, как бы, дается на вход числа N-A-B. Минимальная, конечно, ничьих, которые она могла... И нужно вывести минимальное количество ничьих и пример партий, в которых, как бы, как это получится. Так, ну давай начнем с очевидного замечания. Если B... Нет, 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 ничего очевидного. Так, ну ладно, нет, единственное очевидное, что можно сказать, что если A больше, чем N плюс B, то она может выиграть все. А больше, чем N плюс B? То есть ты в каждом матче там... Сейчас, правильно я это сказал, да? В каждом матче она выигрывает со счетом... Ну, 1-0. Кроме тех матчей... Ну, вот один матч выиграл со счетом... Ну, вроде правда. Да, там A, B. Кажется даже так. Да, может быть так, да. То есть все 1-0 и один там с большим счетом. Да, то есть, короче, папа говорит, что мы там 1-0, 1-0, так делаем N-1 раз. А оставшиеся там сыграем... Сколько там? Получается... А к... А-A-1-1. Да, B, правильно. Вот, но из вот этого неравенства оно больше. Да, то есть можно... То есть там может быть больше какой-то 149-0. Но, как мы знаем, такие счета даже в реальном футболе не существуют. В Бразилии 73-0 когда-то... Ой, в Южной Америке где-то было 73-0, да? Нет, где-то 149-0 был в реальном футболе. 149-0. Там, правда... Там был типа протест. Команда... Команда была недовольна судейством в предыдущем матче. Из-за этого он специально забивал в свои ворота. Сама себе, да? Да, а соперники типа стояли такие... О, круто. О, что происходит? О, что происходит? Вот, из 129-0 сыграли. Так что... Ну, 1000-0 не проблема вообще. Так, аналогично, если B... Ну, короче, другую сторону тоже понятно. Если B больше или равно M плюс A... Да. То все переворачиваем, она все просирает. К сожалению, проиграет, но зато без ничьих. Но зато без ничьих, да. Так, а вот теперь вопрос, да? Сколько? Может быть, ничьих. Так, ну теперь надо, на самом деле, наоборот распараллелить. Нужно, чтобы эти были 1-0 все, а эти 0-1. Да, то есть ты говоришь. Я начинаю немножко соображать чуть-чуть. Папа говорит, давайте мы как бы будем супер прагматичной командой. Да. Как Франция в 18-м. Всех выигрывать 1-0, но если уж не получилось выиграть... Кстати, будет трехкратный чемпион мира теперь в любом случае. Франция 0-1. У нас в финал вышли Франция и Аргентина, которые по два раза в оба. Два раза? Да. А кто четыре? Четыре Германия и Италия, пять Бразилия, а три никто пока. Но будет уже кто-то три. Будет кто-то три, и будет по два. Аругвай и оставшиеся из них двоих. И по одному Испания и Англия. По-моему, все. Больше никто никогда не был чемпионом мира. Англия никогда не была чемпионом. Один раз. Испания один раз. Она разве не евро была чемпионом? Евро может быть, а вот чемпионом мира только один раз. В 1966 году у себя дома. Англия была чемпионом мира. Да. В 1966 году. На том же чемпионате повезло и нам. Мы дошли до полуфинала. И это был единственный выход в полуфинал команды СССР. Дробь Россия. Более того, обратное тоже верно. На единственном чемпионате мира в России Англия дошла до полуфинала. А так она все время вываливается в четверти. И мы хорошо сыграли на нашем. Да, четверти дошли. Если бы нет. Если бы это не Хорватия, которую наконец отправили отдыхать. Хотя бы эти самые аргентинцы. Бразилию. Так, короче. Да, это точно. Значит, вот, допустим. После этого отвлечения вернемся к математике, да? Да. То есть, все А выиграны в 1-0, и все Б проиграны в 0-1. Хорошо. Ну и все. Остальное ничего не сделаешь. Надо ничьи писать. Да. То есть, остальные остались 0-0, да? Да. Боюсь, что тут уже ничего не сделаешь. Ну, в целом, идея как бы уже придумана. Дальше остается реализация. То есть, если, например, мы, не знаю, сыграли три игры, пропустили 179 голов, забили... Ну, наоборот. Забили 179, пропустили 57. Да. То понять, что вот эта стратегия тут не сработает. Ну, да, да. Да, но мы там можем 1 выиграть 1-0, 1-7-8-0, а второй на 57, и нормально. То есть, при А плюс Б больше или равно Н, ничьих можно исключить. То есть, при А плюс Б больше или равно Н, мы пользуемся просто вот такой стратегией, а все остальные по 0-0. Если при А плюс Б меньше Н, вот такой. А при А плюс Б больше или равно Н, ничьих не будет. Да. Да. А иначе, как бы, мы делаем то же самое, только здесь дописываем все оставшиеся Ашки в конце, а здесь все оставшиеся Бшки. Да. Вот, ну дальше нам надо аккуратно это написать, но в целом, то есть, вот я ее за 13 минут сдал. Так. Отлично. Первая задача решена. Да. Мы все уже победители, где... У тебя сколько задач вообще будет? Где, сколько? Интересных сколько? А, давай я сотру. Интересных? Сколько будет? Мы же только интересные, да? Ну, как по нему, это разминочный, я еще три хочу. О, давай. Давай, давай. И могу еще две качества упражнения дать? Да. Пусть решают. Пусть решают. Так, они тоже с математикой, или они уже такие поняли? Они с математикой как раз, но я не уверен, насколько у них интересное решение, поэтому... Ага. Точнее, одно красивое, но я не умею его доказывать, поэтому... И жюри пишет в разговоре, что оставляем в качестве упражнения читателю доказательства. Да. Вот, так что я тоже так сделаю. А второе просто, типа, прикольная формулировка, но уже само решение не на стоя. Так, ну что, давай. Поехали дальше. Дальше, значит... Ну, давайте, следующая задача К. Вот, К это единственная задача, которую я буду тут разбирать, и которую... А почему они буквами называются? В плане, не один, два, три? Ну, да. А, в отцеле устроено, да? Да, в отцеле это такое старинное правило. В целом, по традиции. Ну, и там название, опять-таки, начинается, видимо... В фоллофинале начинается с той же буквы, которая задача, как в футболе. А-а-а... Ну, в целом, просто так сложилось. Так, поехали. Значит, это единственная задача, которую я здесь буду рассказывать, и которую писал не я, вот, но она прикольная по формулировке. Значит, в целом чисто математическая задача есть граф. Ну, точнее так, вы, условно, хотите стать, там, министром какого-то страны ICPC. И у вас есть, типа, какие-то требования, которые вы должны выполнить, чтобы там какие-то кандидаты за вас проголосовали. Ну, короче, значит, есть N городов. И есть условия, несколько условий. Во-первых, граф на этих городах, вы хотите провести несколько дорог. Так, это Шори Шойгу, вот он, наверное, городов, он сказал, что нужно несколько городов в Сибири построить. Да. Дорог там нет. Вот, значит, во-первых... Городов тоже пока нет, правда. Во-первых, вы хотите, чтобы граф был связанный. Да. Да. Задача Штейнера. Это логично, потому что... Да, дерево Штейнера. Но ты уже лишнего, да. А есть что-то еще, кроме связанности, требуется. Во-первых, ну какой-то граф, но нужно, чтобы он был связанный. Это логично в целом. Логично. Второе требование. Не должно быть дорог из самого себя. Ну да. Это тоже достаточно логично. Следующее требование. Не должно быть кратных дорог. Это уже можно как-то объяснить там пробками, но в целом тоже достаточно вполне... Так. Такое логично. Не должно быть стираемость. Все, значит, этого нет. А циклы возможны. Итого. Да, циклы возможны. Значит, формальное требование. Вам нужно построить связанный граф без петель, без кратных ребер. Такое, что... Вот следующее требование уже видно, что с задачей по математике или по информатике. Вам даны два часа, на самом деле, n и k. И нужно, чтобы множество... Значит, давайте у каждой вершины посмотрим, какая ее степень. Да. Граф неориентированный. И нужно, чтобы множество из степеней вот этих вершин было мощностью ровно k. Слушай, это что-то комбинаторная геометрия какая-то близка вообще. Записываем их все в множество, но я безповдорно вижу. Да, там множество длинных ребер, да? Три множество длинных, может три, да. И вот его мощность, в данном случае, три. Так. И вот требование, ну, либо сказать, что такой граф нельзя построить, либо предъявить такой пример. То есть, дано n и дано k. Да, ну, кому интересно, n до 500. Неважно. Так, k похрен, да, какое? Ну, k. Очевидное требование, что k должно быть меньше или равно, чем n. Ой, 49. Ну, значит, первое очевидное замечание, что k меньше или равно, чем n, потому что у нас, когда всего n вершин, значит, множество и мощность этого множества не больше, чем n. Да, нет петель, поэтому 429. Ну, понятно, что k не равно нулю там. Ну, короче, k. То есть, он должен быть связанным. Это даже в условии дано, что k больше или равно одному. Да. Даже если он не связан, у нас все равно, как бы, ну, множество, как бы, у нас же, короче, неважно, криминальный случай не разбираем. А, ну, множество, да, 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 мощность, да. Так, хорошо. k меньше или равно n. А, понятно, почему не 499, потому что 0 же с нуля может начинаться, поэтому 500. То есть, степень от нуля до 499 могут быть. Да, значит, следующее рассуждение такое. Ну, если у нас граф из одной вершины, вот, в информатике важно этот случай разобрать, тогда у нас, возможно, в случае n равно k равно одному. Ну, да. Ну, понятно, почему. Ну, конечно. Если же в графе хотя бы две вершины, то n не равно k. Значит, почему? Ну, потому что, заметим, что у нас у каждой вершины степень хотя бы 1, потому что граф средуется связанности. И у каждой вершины степень не больше, чем n-1, потому что она заведенена с другими вершинами. Ну, да, здесь просто связан стеряется. Вот здесь, как бы, он не связанный, ну, по сути. Здесь он связанный, потому что одна вершина. Связанный, потому что одна вершина, но не связанный, потому что степень ее 0. Нет, связанный. Ну, в смысле, связанный. Ну, то есть, как только вершина 2, то не может быть степени 0, и при этом связанность. Если вершина хотя бы 2, то он будет не связанный в таком случае. Значит, вершина с степенью 0, да. Вот, отсюда n не равно k. Да, ну, понятно, да. Но на самом деле, даже если бы мы не требовали связанность, как бы, мы можем сюда дописать 0, это единственная возможность случая, но тогда у нас n-1 не достигнется. Потому что должно быть проведено во все остальные в таком случае. Так, значит, нужно про каждые 2 сказать, существует ли. Нет, ну да, сказать, существует ли, и привести пример. Значит, думайте, тривиальные случаи были разобраны, и на самом деле я сразу скажу подсказку. Ответ, да. Во всех остальных случаях ответ существует. Да, да, да. Поэтому думайте, как его построить. Я чувствую, я чувствую, что существует. Я чувствую, что существует. Видимо, при 1 меньше, равном k меньше, чем m, ответ есть. Я думаю, что самое сложное при k равно 1. При k равно 1? Нет, самое простое. Это связанный граф. Это полный граф. Да, да. Самое сложное будет k равно 2, скорее всего. Подумай еще. Двудольная! Хренотень. Двудольная хренотень, да? Каждый этот связан с каждым этом, каждый этот с каждым этом. Ага, ну ты пошел. Нет. Ну, это в случае, когда, видимо, н четное работает, да? Почему? Я же могу на любые части поделить. Просто я... У тебя просто вот тут будут... А, все, да, я понял, что такое. Ну, короче, да, это необычные примеры. Значит, у меня в голове другой пример был. KarovNo1 это цикл. А, ну да, у меня такие странные примеры, да. Ну, вот это тоже хороший пример. На самом деле... Ну, это же правильно, да? Вот у этих всех есть степень вот такая, а у этих всех степень вот такая. Да, то есть если KarovNo2, то мы сделаем здесь все одни, здесь все другие, и при достаточно больших n это работает там. При KarovNo2, естественно, хотя бы три из нашего условия, но тут мы можем построить просто бамбук. А, ну да. Вот здесь вершина степень 1, вот здесь 2. Ну вот, то есть маленький KarovNo2 мы разобрали. Ну да. Там KarovNo1, KarovNo2. Что делать с KarovNo3? KarovNo3? Вот, на самом деле я думал, что ты другой скажешь. Ну, в целом, с другой стороны пойдешь, понятно. KarovNo3. неф-неф-неф-неф. То есть мы, смотри, у нас часто крайние случаи сложные, так? Ну да. Вот. Ну и, собственно, крайние случаи с одной стороны мы разобрали. Вот, теперь как бы хочется разобрать крайние случаи с другой стороны. k равно n-1. Вот. И хочется понять, существует ли граф, ну, я уже заспойлировал, что существует, но существует ли граф, у которого как бы все степени вершин встречаются от 1 до n-1 строго? Потому что нуля у нас еще раз не может быть. Ну, начнем с того, что одна из вершин, она прямо вот солнышком связана со всеми другими. Так, одна вершина со степенью n-1 со всеми связана. Ну, следующая, да, как бы, вот на эту, как бы, привед, да, связана с остальными. Так. Следующая, как бы, привед на две. Да, логично. Да. Да. Сейчас. Следующая, привед на две. На какие? Вот на эту и эту, да? То есть, от с этой стороны убывают, с этой возрастают? Да. То есть, так, сейчас. С одной убывают, с другой возрастают. Ну, здесь вопрос, что-то в середине там, n-1 пополам или n-1 делится на 2 или не делится. Да, ну, в целом, уже понятная идея, что мы хотим делать. Мы хотим, как бы, вот у нас есть один босс. Да. И его подопечные какие-то, вот. Валерий Иванович Апольцев, босс. Ну, давай, если вот так. Воссал моего воссала, не там нас... ой. Не мой воссал. Ха-ха-ха-ха. Значит, он связан со всеми, а дальше мы хотим делать как? Ну, пусть у нас следующая вершина связана со всеми, кроме одной. Ну, логично, чтобы она была связана со всеми, кроме первых. Дальше... Ну, да. Еще следующее вершина связана со всеми... Ну, это босса, это первая, да? Кроме первых двух, условно. То есть, босса, то есть, первые две мы вот оттуда нумеруем, да? Да, то есть, короче, мы идем с конца, здесь соединяем со всеми, кроме первых, k. Ну, а здесь, получается, у нас... Да. Да. Значит, просто по построению видно, что тут у нас типа 1, 2 и так далее примерно до m пополам. А здесь, наоборот, n-1, n-2 и так далее примерно n пополам. Да, ну, вот здесь вот это 3 и вот это 3. Да, ну, можно заметить, что в середине... Ну, у нас, на самом деле, есть два различных случая, чётные и нечётные. Да, это я уже чувствую, что. Разные случаи. Ну, как бы, просто можно нарисовать примеры для чётных-нечётных и понять, что произойдет. Потому что, в целом, понять, что они все однотипные. Но это не совсем строгое математическое доказательство, но Олимпиада по проге. Поэтому им надо чувствовать. Ага. То есть, вот мы рисуем. Чуйствовать. Рисуем из вот этой. Всё, отсюда не рисуем уже. Вот, ну и давайте просто посмотрим, что тут происходит. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Да. То есть, тут тройка повторится, причём, как бы, в второй половине. Да. А здесь 1, 2, 3, 3, 4, 5. Опять? Да. Да, смотри. 1, 2, 3. Здесь опять 3. Сейчас. Здесь был 1, 2, 3, 3, 4, 5. Да. А здесь 1, 2, 3. 3, да? Да. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Да. Ну и с семёркой там опять будет получается 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Вот. В целом понятно, откуда это вытекает, да? Ну, примерно, да. То есть, середине. То есть, как бы, ну, как бы говоря, вот здесь у нас есть вот такое ребро, которое мы проводим, и поэтому у нас вот эти вершины одинаковые стили. Ну да, у нас получается, что два, да, два, да, одинаковые. А здесь у нас есть вот такая вершина, из которой мы, как бы, ничего не проводим, поэтому у неё, ну, потому что она должна привести в себя, условно. Ну да, в общем, понятно. И поэтому, как бы, у нас вот здесь. В общем, понятно. Вопрос, что делать между... Короче, если кто-то хочет строго доказать, вы можете доказать. Вот. В целом понятно, что у нас получается конфигурация, где там, условно, степени вершин, 1, 2 и так далее. n в полам или... n в полам, округленная вверх, видимо. n в полам, округленная вверх, и дальше все пошли. И до n минус 1. Да. Теперь вопрос, как же сделать в середине между n минус 1? Все. Значит, мы получили оба крайних случая. Ну, как бы, как обычно строятся примеры для средних случаев. Ну, мы берем и как бы как-то либо выкидываем что-то из большого, крайнего случая, либо добавляем что-то к маленькому. Да. Ну, к маленькому добавлять можно, наверное, я не пробовал, но давайте попробуем выкидывать из большого. Ой, не выкидывать... Ну да, выкидывать как бы, но на самом деле мы будем добавлять. Сейчас вы видите. Значит, мы хотим, чтобы у нас, допустим, выкинулось m степеней. То есть мы хотим представлять число, допустим, n минус m. Да? Угу. Вот. Причем m... Ну, оно хотя бы... На хреначил здесь ребер? Да. Ну, как это мы делаем? Просто. Давайте мы просто оставим условно степени с m плюс... с m-той, видимо, даем минус 1. Да, на хреначил, ребер. То есть мы хотим убрать все слишком маленькие вершины и оставить только достаточно большие степени. Ну, возможно, где-то плюс-минус единичка. Да пофигу. Ну, короче, идейно вот так. Понятно. Ну, как мы это делаем? Мы просто выделяем все вершины с маленькой степенью. Но не как угодно, нужно, чтобы не пропали. Нам нужно не разрушить, что у нас остались вершины с большими степенями различные. Поэтому мы их не трогаем. Полный граф на этих. Мы просто берем все вершины, у которых очень маленькая степень, и делаем на них полный граф. Тебе есть зеленый. О, не перманентный. А похрену, они никто не перманентный. Вот. Да, слушай. И сделаем на них полный граф. Теперь заметим, что у нас у вот этой вершины степень станет, соответственно, сколько там? М, видимо. Ну, да. Потому что мы ее соединили с М-1 и еще с вот этим. А у остальных только больше. Да. Вот. Ну, значит, как бы у нас все степени с М плюс 1 сохранились. Да, М плюс минус 1. Ну, да, потому что вот они здесь. Вот. А вот здесь все степени хотя бы М, поэтому у нас как бы вот так и получается. Шикарно. Вот. Здесь надо еще немножко аккуратно, потому что... Ну, как бы вот эти одинаковые вершины нам немножко портят жизнь. Ну, понятно. То есть, когда мы берем аккуратные вершины, одинаковые вершины, там нужно что-то тут тоже плюс-минус 1 сделать, чтобы, условно, здесь была полная клика, и у нас вот тут останется, условно, М. Но, короче, тут аккуратно делается, и идейно получается. Зашибись! Все. Значит, идейно берем граф, в котором, типа, провоем, условно, ну, провоем вот такую конструкцию, потом добавляем просто клику на первых М вершинок, если хотим выкинуть М, ну, плюс-минус 1. Гера дружит со всеми, Петя со всеми, кроме Вани, Лера со всеми, кроме Вани, Ани, и так далее. Это есть такие задачи, очень близкие к этому контексту. Так, давай. Все, значит, следующая задача, задача, давайте, задача Б. Так, Б. Она очень необычная задача для проги. Значит, условие. Дано, точнее, не дано, ну, у нас есть какое-то двоичное дерево, полное. Ой, не полное, а, ну, короче, двоичное дерево, не полное. Да, но есть условие, что вот у нас есть корень, и дальше у любой вершины либо ноль, либо два сына. То есть, там вот тут у нас, допустим, так, тут закончили. Либо конец игры, либо дальше владелец. Да, то есть ни у кого нет одного ребенка. Вот такого быть не может, условно. И больше, чем двух тоже не может быть. А потому что мы их в одно ребро снимем, да? Ну, можно так рассуждать, но в целом у нас такое условие просто. Так. Ну, на самом деле, да, любое дерево можно привести к такому виду, если... Топологически... Если мы сожмем пути, и если мы все тройки, условно, разобьем так, что подвесили типа одного главного сына, а двух остальных сына. Да, 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 топологический замортизм. Четыре минуты у нас, но если что, мы... А, условие просто рассказать, да? Можно рассказать условие и начать решение на следующем... Да. Не ролике, ролик будет тот же, а на следующем... Значит, ну, вот такое дерево там какое-то, но мы не знаем, какое. Так. Нам известно, что вот у него как-то пронумероны вершины от одного до n. Ну, условно, не знаю. Ну, сверху выше, тем не менее. А, нет, как угодно. Да, как угодно. Более того, нам нужно восстановить это дерево как раз по номерам вершин. А-а-а. Так. Есть числа. Четыре. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Красно-зеленая. Чего-то большое дерево. Ничего, пусть будет большое. Так. Ничего не забыл? Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, 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 тринадцать, шесть, шесть, пять, раз. Значит, вот такое дерево дано. Нам нужно его угадать. Что нам для этого дано? Нам дано от 50 до 100 его рандомных обходов, причем гарантируется, что обходы сделаны именно рандомно, то есть в этой задаче рандомные тесты. Жюри гарантировали, что они берут, обходят дерево в рандомном порядке и записывают вершины. А это 50 до 100 здесь, какой размер дерева? Размер дерева до 100 вершин, но это на самом деле не важно, до 1000. 50 до 100, да, рандомных обходов. Как устроен рандомный обход? Мы сначала идем в одного сына, в любого, как раз рандомно выбираем в какого основе идти, записываем вершины там, вот у нас есть какой-то вектор из вершин, потом записываем номер корня, там тоже обходим рандомно, записываем вершины там, потом записываем наш номер корня, а потом спускаемся вот в этого ребенка и записываем там. Причем в какого первого идти мы выбираем как раз рандомно. Это всегда сверху начинается или нет? Да, начинаем сверху, нет, но начинаем сверху, да, это правда. И дальше каждый раз вот такой вот... Да, давайте остановим и потом еще это. Да, ага, да. Значит, пример, пример обхода, чтобы было вообще понятно, да? Ну, да. Допустим, мы начали в 3. Но мы должны начать в 3. Да, начали в 3, идем в какую-то из вершин, ну, допустим, в 5. Потом еще куда-то, давай в 1. Записываем 1, выход назад, 5, потом идем вот в это под дерево, ну, допустим, идем потом в 7, в 13, записываем 13, 7, 11, потом пишем 7, 11, да, потом выходим назад, записываем 6, 4, заходим во второе под дерево, записываем 4, вернулись, вернулись, зашли во второго сына, это все у нас без выбора, теперь снова выбираем, куда идти, 12 или 10, рандомно. Ну, допустим, в 12, ну, допустим, в 12, потом пошли в 10, 2, а, 2, потом записали 2, вернулись, 10 не записываем, и пошли сюда, ну, выбирали, куда идти, да, допустим, в 9, можем в 15, ну, допустим, в 9, в 9, 9, 10, записали 10, вошли вот в это под дерево, записали 14, 15, 8, да, Попопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопоп Да, вот пятерку записали, после этого записываем тройку. Это тринадцать. Сейчас, я записал, так, я запутался сам, значит, смотрите, один, пять, тринадцать, семь, одиннадцать, шесть, четыре, а после этого записываем тройку. Почему? Значит, потому что мы выходим отсюда, выходим, выходим, дошли до корня. Мы закончили обход вот этого под дерево, значит, следующее записываем тройку. И потом уже идем вот в следующее. Да, понятно, все, 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 после пятерки будет все под дерево. Ну, принцип вроде понятен. Примерно ясно, да. И вот таких обходов у нас дано, ну, можно считать, что пятьдесят штук. Да. Вот, от пятидесяти до ста, ну, пятьдесят. Значит, пятьдесят полностью рандомных обходов. В чем фича? Восстановить дерево. По ним. Думайте. Ну, да, то есть, ну, такие случаи, типа, что пятьдесят рандомных обходов оказались одним и тем же обходом, ну, как бы... Да. То есть, рандомность нам нужна, чтобы, как бы... У меня было фигней. Чтобы, понятно, что с какой-то вероятностью мы проиграем, потому что у нас все обходы будут одинаковые, например. Да, да, да. Ну, в таком случае мы, конечно, сможем любое дерево вывести, но в целом... Чем можно привести пример, когда один и тот же, одна и та же нумерация вышла из двух разных обходов, да? Ой... Ну, мы не знаем дерево. Да, не так, не так. Из двух разных деревьев, одна... Нет, сейчас, так же задать вопрос. Ты хочешь по одной нумерации установить дерево уже? Ну, как, вот я... Нет, я вот... Ну, да, вот интересно, да, что... То есть, есть два разных дерева с разными обходами с одной и той же нумерацией. Ну, да, естественно, есть. Ну, короче, понятно, что есть, наверное. Конечно, есть, да. Да, тогда... Да, что ж тут? Вот тут у меня интуиции нет вообще. На маленьких вершинах, то есть, они даже не будут, потому что у нас есть требования, но в целом понятно, что есть. Что же тут должна быть за интуиция-то, а? Причем я решил эту задачу почти моментально и не до конца правильно. Ну, ладно, не суть. Слушай, то есть, да. А потом все же где-то сдал. Общее, что же есть общее? Что вот... Что же тут есть общее, а? Ну, наверное, вот до сюда будет доходить... Сейчас, когда-то... В середине, что ли? Это всегда в середине, да, стоит? Семерка стоит между 11 и 13, да? Ну, да. Да, и 11 где-то далеко, в глубине будет стоять всегда, пока до него доберешься. Ну, не обязательно, но мы могли всегда направо идти, и оп... Ну, да. Она вообще первая. А, да. Сейчас. Ну, да, семерка всегда между 11 и 13. Значит, первое замечание. Если у нас есть вообще какая-то вершина, то... Она не существует... Короче, если у нас есть вершина вида вот такого, да? Да. Где вот здесь листы, то есть у них нет потомков, а здесь какая-то вершина. И вот, допустим, эта вершина Y... Она между любым этим и любым этим. То у нас всегда будет возникать либо вот такой обход, либо вот такой обход. Ну, конкретно этого под дерево. Да, и если тут группы, то все равно любой отсюда идет до Y и после любого отсюда. Либо наоборот. Наоборот, да. В смысле, да, 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 да. То есть, как бы... Ну, они разделены... Они всегда разделены Y, да. Да. Это правда. Так, и что тогда нам надо делать? Надо собирать обходы и... Надо искать во всех обходах те, кто никогда не был с соседями. Те, кто никогда не был с соседями. Так. Нашли все пары, которые никогда не были с соседями. Так, т.е. пап предлагает. Берем вершины, ищем те, которые не были с соседями. Да, никогда. Тогда. Тогда они не являются друг по другу, они не могут быть. Ну, почему? Нет. Ну, вот, допустим, тут 11... Ну, допустим, тройка наверняка будет вершина, с которой она не будет с соседями. Ну, просто потому, что у нас 50 обходов, там 1000 вершин. Но при этом все вершины под тройкой. Все нечетные? Четные? Нечетные. Ну, любые в целом. Так, ё-моё. Сейчас. Я имею в виду нечетные номера. Ну, вот четверка, может быть, она четная. Нет, нет, номера, т.е. 5, 7, 6, 3... Ну, смотри, вот эти не стоят рядом никогда. Это просто. Это да. Так, т.е. папа говорит, что если вершины в разных под деревьях, то они не стоят рядом. Да. Ну, да. Потому что их разделяет вот этот вот предок. Ну, как это... В общем, я, честно говоря, не знаю, я не умею. Расскажи. Сейчас, ну, давай... Да, давайте посмотрим на какое-то... Хочется это дерево... Ну, я программист, я вижу N2000. Я программист, спаситель вселенной, чинит все от холодильника до лыж. Да. Тысяча программист. Значит, хочется как-то... У нас N1000, значит, можно делать квадрат. А, да. Значит, хочется его как-то рекурсивно построить. Парый, парый, парый. Ну, в целом, хочется как-нибудь вот... Хочется, на самом деле, его с листьев строить, пытаться. То есть, снизу снова установить. Да, какое свойство листьев? Вот я что-то не могу до конца понять. И, короче, по каким-то соображениям, мне хотелось рассматривать вот такие тройки. То есть, Y вершина, под ней висят два листа, X и Z. Да. Это как матлок. Разбор выражений. Если мы записываем какую-то формулу и хотим разобрать, мы строим дерево разбора, так, а потом идем с листьев. Мы ищем вот такую пару и схлопываем ее в одну формулу. Вот, и вот так идем, как бы схлопываем дерево до верха. Понятно, что я имею в виду, да? Ну, то есть... Ну, это в теории игр решают с конца, какие выигрыши здесь, здесь. Тогда у этого он пойдет сюда или сюда, значит, здесь заменяет на выигрыши. То есть, это что-то такое. Ну, да. У нас матлогика есть. Да. Вот, можно построить, условно, по этому выражению дерево разбора, как оно будет выглядеть. 2, 2 тут плюс, тут умножить, а здесь, допустим, 2 плюс 2 плюс 2, так? Что-то такое. Тогда, как бы, как мы его будем выполнять? Мы посчитаем вот эту сумму, запишем ее вот сюда. Да. Потом посчитаем вот эту сумму, запишем ее вот сюда. Угу. Вот, затем посчитаем вот эту сумму. Да. Запишем его вот сюда, и, наконец, посчитаем значение вот тут умножения, и получится значение самого выражения. Угу. То есть, так мы можем, как бы, распарсить скобочки, вот это все. Ну, и здесь почти такая же идея получается. Давайте, как бы, дерево... ну, как бы, вот так разбирать. Значит, посмотрим на вершину, у которых оба сына листа. Почему такая есть? Ну, потому что посмотрим на самого глубокого сына. Ну, да. У него нет сыновей. Нет, ну, понятно, понятно, конечно. Да, у него есть второй сын. Ну, короче, есть такая вершина. Давайте посмотрим. У нас идет, как бы, мы взошли в эту вершину, потом мы идем в одного из сыновей, в нее и в другого сына. Да. Значит, у нас всегда будет либо вот такая штука. Да, тройка. Либо вот такая штука. А, да-да-да-да-да. То есть, утверждение... Подряд причем. Утверждение, все вот такие штуки записываются вот такими тройками. Подряд. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Более того... Точно. У нас есть 50 рандомных обходов. Да, да. Но каждый раз у нас одна из вот этих двух будет с вероятностью одна вторая. Ну, да. Значит, с вероятностью там один делить на два в сорок девятый... Ну, да. У нас будут обе такие тройки. Ну, будет, да. Конечно. Вот. Значит, отсюда рождается такой хороший алгоритм. Давайте мы сделаем очень просто. Мы найдем, мы пройдемся, в тупую найдем все тройки, которые встречаются и вот так, и вот так. Да. И схлопнем их в одну вершину. То есть, мы берем, записываем, что находим вот такие тройки, что есть... А фейк не может быть, да? То есть, ни в каком другом варианте, кроме такого, не может быть, что встретилась и такая, и такая. Сейчас подумаем. Ну, вот базово, как у нас первая идея. Схлопнем, то есть, ищем, если у нас есть x, y, z и есть z, y, x, то мы берем, записываем, что у x отец y и у z отец y, и как бы вот это все, это отсекаем. Забываем про это. Конечно. И заменяем вот эти тройки на y и y. Все, дальше пошел, да. Все, у нас хотя бы на две вершины уменьшилось, значит, мы за ям шагов все схлопнем в одну и восстановим дерево. Резонный вопрос. Почему это может не работать? А вдруг у нас есть такая же ситуация, когда есть вот эти три вершины подряд? Ну да. Но это не вот такая же ситуация. Не родители два сына. Да. Да, но давайте подумаем, может ли такое быть? Не может, да? Ну вот сейчас давай попробуем подумать. Ну, скажем, 4, 6, 11. Так, вот, допустим, 4, 6, 11. Может. Значит, подряд. 4, 6, 11, да. Да. 4, 6, 11. Но 11, 6, 4 не может быть. Поэтому надо смотреть, чтобы были такой и такой. Да, ну понятно, что нужно смотреть, чтобы были оба. Да, да. То есть, смотрите, 4, 6, 11 сможет. А 11, 6, 4 не может. Потому что 11 идет 7. Да. Вот оно, саматеевское мышление. А теперь подумаю еще раз. Может, что ли? А, ё-моё. 4, 6, 11. 4, 6, 13, 7, 11, 6. Ой. Ну, почти. 13, 7, 11, 6, 4. Да. А, сука. Ой, прохожу. Короче, я на лекаре сидел, как папа. Ну, там, разобрал какие-то случаи, посмотрел, что вроде не бывает. Зараза, зараза, зараза. Написал. Смотрю. Ну, а там, на самом деле, в сэмпле уже был пример, в котором это возможно. 11, 6, 4. Но сэмпла смотреть для слабых. Да вот, 13, 1. Вот. Сидим рассуждаем, здесь вот написано 11, 6, 4. Да. В сэмпле был пример, когда такое выполнено. Так, что делать тогда? Но при этом, значит, в чем проблема? Мы берем обходим вот это под дерево. Как мы можем обойти? Мы сначала можем зайти в 4, потом в 6. Ну, и потом в каком-то порядке обойти, ну, допустим, с 11. 11, 7, 13. А можем наоборот. Сначала пойти вот в это под дерево, ну, допустим, начать с 13. И тогда у нас будет 13, 7, 11, 6, 4. Оп. Ну, понятно. Оп. Единственное, что можно сказать, что это будет редко. Вот. Отлично. Его мысли преследуют меня. Значит, и тут я говорю... Нет, эти-то всегда будут, вообще всегда. И тут я говорю. У меня есть уже написанное решение, которое не работает, но выглядит правильно. Давайте сделаем, так сказать, кукарек, но который в целом понятный. Давайте проверим, что у нас есть хотя бы ада, ну, на самом деле, ровно одна тройка вот такого вида в каждом из обходов. То есть вот у нас есть 50 обходов, и я проверяю, что на самом деле вот эта тройка есть в каждом из них Значит, чем это мотивируется? Если у нас вот такая ситуация, то понятно, что ровно одна из них будет всегда Если же у нас такая ситуация, то что могло пойти не так? Мы могли это дерево обойти по-другому Мы могли вот здесь спуститься сначала, допустим, в 13 И тогда у нас получится 4, 6, 13, 7, 11 И у нас уже нет вот такой ситуации Да-да-да, она расклеилась Причем спускаемся в одного из этих двух сыновей, мы тоже с периодностью одна-вторая Да, поэтому тут будет просто меньше и все Ну, тут, конечно, надо... То есть это, конечно, не доказательство Потому что они могут быть какие-то зависимые В целом непонятно, почему одна-вторая Но, короче... Не-не, нормально, нормально Интуитивно понятно Наверное, это доделывается Отлично, да, отличная штука И значит, ну, все решение Мы ищем все-таки тройки и, более того, мы как бы считаем их количество Да И проверяем, что их условно ровно К Ровно К Да, можно понять, что как бы два раза такая тройка в одном входе не встретится Поэтому можно проверять именно так Все Склеиваем и репит Это решение за МК логен у меня, если я сортирую Но оно заходит при чем? Ну, это быстро Ну, это не очень быстро Это тысяча в квадрате на сто Ну, на пятьдесят На самом деле, даже на тридцать Ну, у меня зашло даже на сто Ну, миллиард, фигня На семь Ну, не то, чтобы фигня, но да Заходит достаточно быстро Но, на самом деле, там можно с оптимизировать даже до вот такого Главное понять, что это работает Ну, у меня даже это зашло Вот, значит, идейно задача кончилась Всем слушателям упражнения надо доказать, что это работает Но в целом интуитивно понятно И более того, я прочитал разбор В разборе решение совсем другое В разборе, короче, делают Ну, я не очень понял, но там именно ищут корень То есть я это снизу вверх, они ищут корень А, ищут тройку эту, да? Ну вот, а когда они нашли корень, они, понятно, могут независимо запускаться от двух А, прикольно, прикольно, да И там быстрее или медленнее, чем это? Я не знаю, быстрее или медленнее Я знаю, что в решении сказано, что вероятность ошибки у них что-то вот в таком роде Ну, вероятность, понятно То есть один делить на десять тринадцатый У меня там, ну, тут намножается на n, на t, ну, короче, тоже супермало Слушай, то есть они ищут корень, ну, а вот есть кто быстрее это делает? Ну, там не важно, кто быстрее, главное, чтобы зашло просто в t, то есть нужно, чтобы она дорабатывала быстрее, чем сколько-то, но на сколько быстрее уже не важно Ну, можете подумать про это решение тогда ищут Да, кстати На Code of Forces есть, ну, собственно, я решение на Code of Forces читал Там есть разбор Офигеть И мы переходим к последней задаче на сегодня Дааа, давай Задача H Интерактивка Интерактивные доказательства, да? Но это не математика. Да, не Мусатов. Я так и не понял, что это. А ты, наверное, уже понял. Подожди. Игры Херенцхойфа? Я не помню, да. Есть игры Херенцхойфа, короче. Это, по сути, интерактивное доказательство. То есть... Ну ладно, это не в тему. Но, по сути, надо сказать, что две интерпретации элементарно эквивалентны. И мы, типа, играют два игрока. Один пытается доказать, что эквивалентно, второй, что нет. И если первый может доказать за конечное число... Ну, то есть первый говорит сначала число раундов, и потом они как бы сопоставляют друг другу из этих множества элементов так, чтобы они соответствовали. Ну, точнее, первый говорит какой-то элемент, второй подбирает ему пару. И вот если за это количество шагов, которые он сказал вначале, он сможет построить такое множество, что как бы какой-то предикат на них будет давать разные значения, то есть как бы, ну, просто будут различаться по какой-то характеристике, то значит, они не эквивалентны. А если не может, то эквивалентны. Ну, вот что-то в этом роде. Это игрокеренсхойфа. Интерактивные показательства. Не супер. Но интерактивная задача — это совсем другое. Это, короче, ты... Вот обычно тебе дают сразу input, то есть входные данные, там, допустим, в задачу про футбол тебе дают сразу N, сразу дают A и B. Ну, и ты решаешь просто с ними. Интерактивное доказательство — ты задаешь вопросы, программа жюри тебе на эти вопросы сдает ответы прямо по ходу. То есть она тебе не даст ответ, пока ты не задашь вопрос. И ты в зависимости от этого ответа задаешь следующего. Так, поехали. Играем. Игра, так сказать... Горячо-холодно, найдите точку. Играю, играю, играю. С хитрой стороны. Внимание! Дано поле 10 в 6. Ну, можно считать сколько там, 10 в 6 сантиметров? Миллиметров, да. Миллиметров, конечно. Ну, короче, вот тут точка 10 в 6, 10 в 6. Так. Ну, там точка 0, 0. Хотя это километр на километр. Так. Так. Вот, клетчатое поле. Мы можем спрашивать любую точку в нем. То есть точку с координатами x, y, но x, y должны быть целые. Ну и понятно, она должна принадлежать этому полю. Так же... Вот, допустим, спросили эту. Так же жюри загадало какую-то свою точку. Где-то. Мы не знаем где. Так. Жюри. Брошюра, жюри, парашют. Ну, первый раз, когда мы говорим, нам просто говорят, типа, угадал, не угадал. Потом она типа говорит, мы спрашиваем следующую точку. И она говорит, дальше или ближе. О, я угадал, да? Ну, я сказал, горячо-холодно, да? Да, ближе. То есть, мы спрашиваем следующую точку, она меряет евклидовое расстояние вот тут. Да, и говорит, ближе. И говорит, ближе. И смотрит, ближе, дальше или на том же. Да. И сообщает нам. И наша задача за 60 запросов угадать точку. Но не все так просто, друзья мои. Не все так просто. Потому что жюри. Врет! Разговаривает на бенгальском языке. Ну, ладно, не на бенгальском. На каком-нибудь там древне-чилийско-майско-индонезийском языке. На адыгском. На адыгском языке. Мы его не знаем. Мы не понимаем. Уймафыфы. Амахасьха. Уйбчахашы. Уйбчахашы. Камакас альгенабудуд. Значит, мы не понимаем, что нам отвечают в жюри. Мы даем ей точку, а она в ответ нам дает какую-то строку. Вот, эта строка на том языке, но это не обязан быть какой-то корректной языке. А это ближе, чем предыдущая будет? Она может даже вот такую точку дать. Ну, там только три варианта, да, она выдает вообще? Ну, на самом деле... Ну, по сути, три, да. То есть, она говорит про предыдущую точку. То есть, эта точка ближе, чем та или дальше? На самом деле, она говорит, как бы, для вот этой точки угадал-нет. Но, чтобы, как бы... Ну, понятно, мы не узнаем, когда заканчивать игру. Да. Поэтому, когда жюри говорит угадал, то есть, вот она говорит там, допустим... Она в конце ставит восклицательный знак. А, найдено, да? То есть, мы знаем, когда все-таки угадал ее? Нет. Ну, это может быть любая строчка. А. Вот. Но она говорит строчку, на конце которой восклицательный знак. Так мы понимаем, что мы выиграли. Нет, то есть, все-таки, если я точно угадал, то все? Ну, по сути, да. Мы видим, что в конце восклицательный знак, понимаем, что все, заканчивали. Да. Вот. Также в начале она говорит что угодно, условно. Ну, можно считать, что что угодно. Вот. Потому что у нас нет предыдущей точки. А во всех остальных случаях она говорит один из трех вердиктов там. Ну, если бы мы говорили на нашем языке, она бы говорила... Ну, да. Ближе. Дальше. Дальше. Или так же, да. Да. Но! На тарабарском языке... А на грецком? Поэтому она может говорить а-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а. Или а-а-а-а-а. Нет. А-а-а-а-а-а-а-а-а. И нам нужно понять! Нам нужно понять! Как бы, что она говорит, а после этого угадать точку. Думайте! Это офигенно прикольная задача! Да! То есть, нам нужно понять, что значат эти вердикты, на самом деле. А потом уже сыграть горячо-холодно, и все это за 60 запросов. Так, хорошо. Ну, может быть, 64, я не помню точно. Ну, примерно. Ладно, пусть, да, много. Ну, не много, на самом деле, мало. Так, я вот сюда, например, если я вот в эту точку уберу и ставлю. Да. И дальше опрашиваю сюда, сюда, сюда и сюда. Тогда, что я могу сказать? Ничего. Не могу, да, сказать? То есть, в двух словах, сейчас, вам... Ты подряд спрашиваешь? Или ты каждый раз возвращаешься? А, можно же... Да, можно спрашивать несколько раз одну и ту же точку. Можно вернуться. Можно спрашивать одну и ту же точку несколько раз, это не возбраняется. Так. Думайте, думайте, думайте. Как же нам надо будет это делать? Вот там... Типа-да, типа-да, типа-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да. Хорошо. Вот я взял и несколько раз спросил вот отсюда, вот сюда. Сколько? 10 в 6? Хрен знает. Ну, раз, не знаю, 4, да? Может, просто раз. Вот я спросил подряд, да? Ага. Ну, да, ближе, 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 ближе. Чего-то голова, собака не варит. Сейчас. Значит, хорошо, а если просто вот в диагонали, вот рассечь в диагонали, да? И начинать спрашивать на них. Просто несколько раз. С каким-то шагом. С каким-то шагом, да. И я тогда понимаю, что по ответам, ну, будет ближе, 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 дальше, 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 вообще, в любом случае. Но, если у тебя в точке где-нибудь вот здесь, то у тебя всегда будет дальше. Да, но это такой не совсем уж выраженный случай. Ну, не совсем выраженный. Смотри, у тебя 64 запроса и 10 в 6 координаты. То есть, если даже ты спрашиваешь шагом 10 в 4, то это все равно как бы большой дред. Ну, зато, если он где-то здесь, то вот на этой схеме будет все четко в середине, так сказать. Да, то есть, я так понимаю, ты сначала идешь по этой вот так спрашиваешь, потом по вот этой. Несколько раз здесь, несколько раз здесь, да. Значит, тогда... Ну, как бы в норме должно быть ближе, ближе, дальше, дальше. Хотя бы там, ну, вот на... Ну, там где-то точка стоит, тогда мы сначала к ней приближаемся, потом удаляемся. Да. И по второй тоже. Ну, вот здесь мы всегда удаляемся, но зато по второй. Сначала приближаемся, потом удаляемся. Да, да, да. То есть, мы как бы найдем момент, когда у нас изменился ответ, да? Да. Ну, правильно работает. Да, да, да. Да, работает. Теперь знаешь, что значит удалиться. Ну, и, в общем, если повезло, то знаешь, что значит удалиться. Мы знаем, что значит удалиться. Ну, да, то есть, от двух таких проходов мы узнаем, что... как звучит слово удалился и как будет слово приближился. То есть, в начале приближаемся, потом удалялись. То есть, в конце будет удалялся. Если у нас всегда одинаковый ответ... Ну, значит, нам очень сильно не повезло, мы возьмем просто... Да, возьмем вторую. Вот если у нас сначала ответ один, а потом второй... То это приближался, потом удалялся. Потом удаляться, потом приближаться мы не могли. Не могли. Значит, мы поняли. Ну, да, это, кстати, работает, по-моему. То есть, что говорит папа? Папа говорит, ну, давайте пройдем по этой диагонали. Тыкаем. Тыкаем ближе, тыкаем ближе, тыкаем... Вы мне не тыкайте, знаешь, да? Вы мне не тыкайте! Опа, вердикт изменился дальше. Да, вердикт изменился. Ну, либо равно, если бы так. Я уже знаю, как... То есть, я разгадал язык. Да, и здесь, если она лежит где-то вот здесь, то у нас всегда будет одинаковый вердикт. Ну, возьмем вторую диагональ. Вторую диагональ будет. Все. Ну, в целом, да, мы нашли язык за какое-то количество вопросов. Да, 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 да. Причем, значит, если здесь одинаково, то узнаем, какой именно поступок пройдет по второй диагонали. Да. За несколько вопросов мы узнаем вердикт. Ну, сколько тут? Ну, может, 10. Я думаю, что в сумме 10. Ну, короче, за какое-то количество... Допустим, 10, да. Тут, на самом деле, довольно... А вот дальше что надо делать? Дальше надо, видимо, двоичный... А дальше мы играем в горячо холодно. Да, на горячо холодно. Ну, вот, допустим... Давай я расскажу свой способ, чтобы... Ну, давай, расскажи, да, уже. Потому что я думаю, что за 5 минут мы уместимся. До конца? Да, до конца 4 минуты. Я не думаю. Или нет, не уместимся. А, тогда можно остановиться и уместиться в следующий уже раунд. Да. Поехали? Да. Значит, и так мы разгадали язык. Да, вот это решение правильное. Вроде бы... Ну, насколько я могу оценить... Ну, это двоичный поиск теперь. Ну, я делаю как? Это даже не я делал. Вот эту часть решал не я. Эта часть решал скаманник. Это еще одна специфика олимпиад. Ты можешь, как бы, часть задачи сам решать, а часть дать скаманнику, и он тоже ее решит. Потом вы совместите решение. Сейчас, но мы двоичным поиском можем найти... Перпендикулярно я вот хотел найти, как бы... Понимаешь, да? Ага. Перпендикулярно найти на эту ось просто. Двоичным поиском? Ну, координаты по этой оси. Ну, или доставить по исходному? Да, ну вот, то есть, как бы, сейчас... Ну, да, если я несколько запросов дам, то тут будет опять уменьшать, увеличивать, да? И я узнаю отрезок, на котором было уменьшать, увеличивать. Еще раз его пробью сильно более... Понимаешь, да, что я имею в виду? То есть, я координату эту вычисли не вот так двоичным поиском. Ну, ты хочешь независимо по координатам. Да. Это логично. Значит, ну, во-первых, задача да. Если мы знаем вердикты, то задача, как бы, можно независимо решать по иксам и по иркам. И получается, что у нас на каждой из иксов и иксов приблизительно 30 запросов. Ну, да. Может быть, чуть больше. Ну, еще мы часть потратили на ту самую фигню, да. Ну, да, поэтому... Ну, да, больше-меньше. Но мы же не больше-меньше, ближе-дальше. То есть, тут еще... Да, не совсем больше-меньше. Значит, в чем проблема? В чем проблема двоичного поиска, надо понимать. Вот мы ткнули в эту точку, потом ткнули куда? Ну, вот сюда ткнули, да? Ну, да. Допустим, нам сказало, что оно... Дальше. Дальше, да? Ну, да. Ну, может быть, вот там дальше. Значит, проблема в чем? Она может лежать вот здесь, а может лежать... Вот там. Дальше. Сейчас. А если вот эту и эту? Смотри, вот эту и эту? Тогда все, прям перпендикулярно. Ну, давай, да. Сейчас я попытаюсь объяснить, в чем проблема двоичного поиска тупого. Ну, да, вот я сюда и сюда. Ты чем сюда и сюда. Ну, вот нам сказало либо ближе, либо дальше. Вот это дальше и ближе, да. Значит, мы знаем, что как бы если ближе, то оно вот здесь, а если дальше, то вот здесь. Но, допустим, нам сказало, что дальше. Значит, у нас теперь вот такой отрезок, да? Ну, да. Ну, заметим, что даже, что мы как бы, нам нужно потратить еще один запрос. Так? Почему? Ну, да, потому что следующий будет дальше. Потому что как бы у нас от этой точки всегда будет дальше. Даже если мы тыкнем сюда, у нас все равно вот эта точка будет ближе, точнее. Да, да, да. То есть мы, как бы, следующим запросом мы не узнаем ничего. Ничего. Вот в чем проблема. То есть по два на вопрос, по два на вопрос всегда. Да. И, собственно, проблема в чем? По два. Двоичный поиск работает за 20 запросов. Ну, логарифм. Да, и уже 40. Вот, и у нас получается логарифм 10 в 6 на 2. На 2, 40. Жога! А у нас есть только 30. В этом проблема. В этом проблема. Вот, ну, поняли, в чем проблема. Значит, если нам сказали дальше, то нам нужно еще два запроса, чтобы установить вот здесь. Понял. Вот. То есть нам нужно это модифицировать. Как-нибудь так захитро... Может, это самое как-то... Да, если мы тыкнем в середину вот здесь, и нам, допустим, скажут... Что нам можно сказать? Дальше, да? Нет, ну, а как... Нет, дальше, если нам скажут дальше, то нормально. Вот, если нам скажут ближе, то оно может, видимо, лежать... Вот, оно лежит на вот таком отрезке. Слушай, то есть... Если мы тыкнем сюда и скажут ближе, то оно лежит на вот таком отрезке. И получается неравномерно. Тогда надо тыкать вот сюда, поближе к этому. Да. Тогда приходит, естественно, идея. А давайте мы, раз у нас ответ неравномерный, будем тыкать неравномерно. Да, тыкать неравномерно. Вот. Иногда помогает тыкать в золотом сечении, но не в этом случае. Тыкаем в две трети. В две трети, да. Отлично. Есть два варианта. Сказали ближе или дальше. Ну, допустим, сказали дальше. Да. Но тогда заметим, что он лежит вот в таком отрезке. Да, вот в таком. И длина этого отрезка одна треть. Значит, мы уменьшили отрезок в три раза за два запроса. Да, правильно. То есть нам нужно логарифм троичный, ввести в шестой, на два, да? Сколько это? А если сказал ближе? Ну, давайте сейчас рассмотрим. Мы хотим, чтобы у нас в обоих случаях... Если сказал дальше, то мы вот сюда знаем уже. А если сказал ближе, то мы будем дальше как-то действовать от этой точки. Да, да, да. Сейчас, давай. Давай в этот случай. Пусть нам сказали дальше. Ну, хорошо, давайте зададим два вопроса еще. Почему мы можем это сделать? Мы за два запроса уменьшили отрезок в три раза. Значит, если нам каждый раз будет как бы не угадываться, и будет каждый раз дальше, то нам потребуется вот столько операций. Да. Ну, приблизительно. Но давайте посчитаем, сколько это. это, ну, 3 в квадрате 9, ну, пусть будет 10. 6 и 2, 18, 36. То есть это примерно 12 на 2. Ну, 3 в квадрате это 10. Нет, смотри, 3 в квадрате, нет, 6 логарифмов 10, то есть 6 и 2, 12. Ну, вот, 3 в квадрате это 10 и на 6. Да, 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 24. Ну, то есть на самом деле тут получается где-то 26, по сути. Да, хорошо, да. Это укладывается? Укладывается. Отлично, значит, вот эта часть решения уже работает хорошо. Нам осталось понять, что делать в такой ситуации. Хорошо. А теперь вторая мысль. Давайте тыкнем в точку вот эту. Точку на 1 от этой. То есть в соседнюю точку для вот этой, но, ну, справа, допустим. Что теперь? Нам могут сказать либо ближе, либо дальше. Нам могут сказать либо ближе, либо дальше. Ну, соответственно, это на самом деле разделяется вот так. Если ближе, то мы вот здесь. Если дальше, то вот здесь. И у нас снова осталось 1 треть, да? Но проблема. Ух ты! Разделили. Значит, что мы сделали? Разделили на 3, да. Мы как бы... Смотрите, мы тыкнули один раз сюда, второй раз сюда и третий раз рядом. Да. Вот здесь мы точно уже нет. Нас нет. Да. А здесь, соответственно, если мы ближе, то мы вот здесь. Здесь третий вопрос. Если вот здесь, то вот здесь. 36. Вот. Значит, мы разделили на 3, но задали 3 вопроса. 36. И проблема в том, что да, это, ну, на самом деле, 39. Тогда. Проблема. И последнее замечание, которое можно сделать в этой задаче. А давайте поймем, что вот это, на самом деле, граница новая вопроса. Угу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. То есть мы вначале тыкаем. В границу запроса. В точку на 2 трети и в соседнюю. Угу. Что значит граница, то есть? Ну, вот в какую-то точку на одном из краев. Вот здесь на 2 трети, а здесь на 1. Угу. И у нас, на самом деле, остался вот такой отрезок. Либо вот такой, либо вот такой. Но мы вот сюда уже тыкнули. Да. Нам не нужно сюда тыкать второй раз, когда мы запустим все рекрусивно. Да-да-да-да-да-да, мы экономим на следующий. То есть, если мы перешли сюда, то нам нужно второй раз тыкнуть, но мы уже сократились на 1 треть, поэтому нам нужно вот столько операции. Да-да-да-да, а здесь ты сократился на... А здесь я уже на границе. То есть, если я вот здесь, то это прям честная граница, а здесь я просто плюс 1 прибавлю, но нам не важно. Да-да-да. И я уже тыкнул вот в эту границу, поэтому я второй раз в нее не тыкаю, и просто уже сразу тыкаю на 2 трети. И получается, что на следующий запрос у меня уже 2 запроса уходит. Офигеть. Офигеть. Только не сюда, до сюда, вот до сюда. Ну, да-да-да-да. То есть, не сюда, а тыкаю вот здесь на 2 трети. Да-да-да. Прекрасно. И все, да? И это у меня забирает не 2 запроса, а уже 1. А, то есть, опять мы возвращаемся на 2-4. Ну, тут надо... Вот я сейчас подумал, что на самом деле, если мы вот здесь сейчас, допустим, угадаем на сколько раз, мы, видимо, за 5 запросов в 9 раз поделимся, да? Если мы, допустим, здесь не угадали... Ну, в любом случае, уже понятно. Ну, короче, идея вот такая. Идея ясна, да. Идея, что мы переиспользуем ответ на вот этот запрос... Да. ...на границе, чтобы не тыкать лишний раз. И поэтому у нас снова вылезает, видимо, вот это... Авторское решение такое же, да? Авторское я не смотрел, если честно. Но, видимо, вылезает такая штука, либо похожая на нее. Короче, суть в том, что это уже заходит. Офигеть. Потому что 26 на 2.52, и у нас даже запас есть. Даже если чуть хуже, то все равно. Просто офигеть. Просто офигеть. Вот. Отличная задача. И, ну, как мой сокомандинг находил вот здесь, в точке, но он тыкал в самую крайнюю, потом на 1 вправо. Потом снова в самую крайнюю, на 1 вверх. Чем это хорошо? Если у нас точка лежит здесь, то у нас сначала будет ближе, дальше, дальше, ближе. То есть у нас будут вердикты А, Б, Б, А. Да. Если точка лежит здесь, то же самое. Ну, только в другом порядке, но то же самое. Ну, мы их не отличим никак. Да. А если точка лежит здесь, то у нас будут вердикты вообще А, Б, А, Б. Ну, так мы различаем. И, как бы, если в таком случае мы понимаем, где у нас лежит точка, А если она лежит на границе, то мы тыкаем сюда и вот сюда. И у нас вот эта точка всегда ближе к ней, на самом деле, чем вот эта. А, это вот и первый начальник. Да, поэтому мы понимаем, как выглядит ближе. Ну, на самом деле, ее можно еще упростить. Можно сразу тыкнуть после вот этой вот сюда и заметить, что у нас будет либо равно, если она здесь, ну, либо дальше, либо получается ближе. Ну, равно мы как-нибудь обработаем. Да. И на этом решение завершено. Да. И могу дать две задачи на подумать. Давай, да. Какой чувак. Весело. Интересно, а что сложнее, ICPC или Олимпиадный? Да, там вот все распространяются по информатике. Ну, они совсем разные по стилю. Ну, в плане, с той стороны, у тебя есть сокомарники, один компьютер, тебе важно одна, одни качества, в другом другие качества. То есть, бывает, что более слабые, более сыгранные команды, понятно, гораздо лучше выступают. Но, в целом, я бы сказал, что вот полуфинал ICPC, условно, я бы сказал так, медалист полуфинала ICPC плюс-минус такой же по уровню, ой, не плюс-минус такой же, а достижение примерно настолько же ценное, как побед в серосе. Как побед в серосе. Ага. Понял. Ну, потому что там у сероса 30 победов, а медалистов тоже там, условно, 30 с небольшим. Более того, там даже больше лет. То есть, там и... И бакалавры, и магистранты. Но, с другой стороны, ты, когда станешь магистрантом, ну, то есть, там чуть больше конкуренции, настолько пойдут больше условно. Ну, что? Две задачи, да? Одна на левой, половиной доски. И две задачи, но подумать. И одна на правой. Задача А. Казалось бы, самая легкая. Ну, и нет. Ну, не то, чтобы очень сложная, но там красивое решение, которое невозможно доказать. Я его даже, наверное, рассказывать не буду. Ну, да, не буду. Короче, условия. Дана перестановка. P1, P2 и так далее. Pn. Нам нужно придумать две такие перестановки. Сейчас, дана какая-то одна перестановка. Да, дана какая-то одна перестановка. Нам нужно придумать еще две перестановки. Так, чтобы их композиция давала дождественную. То есть... Чья? Видимо, B от A от P от I равнялась E. Брать так. Тождественная. Кажется так. Можете на коде форс условия уточнить. Вот. Но это не все так просто. Эти перестановки должны быть без дождественных точек. Без неподвижных точек? Да. А, иначе взял обратную к ней, а другая ID. Да. То есть, иначе мы можем взять условно обратную к этой, а по вторую просто один, ну и понятно. Значит, придумать две вот такие перестановки, что вот такая композиция I, и они без дождественных точек. Там есть решение честное, которое строят просто, а есть решение рандомное. А в P есть дождественные? Могут быть. Могут быть, да? Могут быть. Вот. Ну, тут есть, короче, рандомное решение. Можете подумать. В целом, как мы знаем, вероятность выбить дождественную перестановку без неподвижных точек. А где делить на E? Ну и дальше. Вот доказывать дальше. Ну, понятно, какое решение предполагается уже, наверное. Но вот доказывать непонятно как. И вторая задача I. Я не буду говорить слух о своей идее, да, которая возникла сейчас. Ну, да, но на самом деле я рассказал решение без доказательства, по сути, но, короче, да. Я бы промотал P-шку. Промотал? Да, много раз, чтобы до ID дошел. Ага. И дальше взял какие-то и D-степени P-шки, чтобы они были без ID. А если P уже ID? Тогда вклеил циклик небольшой. Ну, да, там можно как-то вот, можно конструктивно делать, как-то циклы склеивать. Вот, а можно брать рандомную. И, скорее всего, да, у них... У нее 1,9 на E. И утверждается, что хотя вторая зависимая, все равно у нее будет хорошая вероятность. А как доказывать, непонятно. Вот, а вторая задача, короче, вообще прикольная, по формулировке отличная. По решению, ну, да. Даны, значит, есть... Жюри загадало факториал число от 1 до 5982. Факториал какого-то из этих чисел. Ну, да, на самом деле да. Жюри загадало факториал одного из этих чисел. Нужно угадать само число. Вот, ну, откуда такое странное ограничение? Ну, на самом деле, это просто длина факториала до 20 тысяч знаков. Вот. Ну, как это было, значит... Не знаю. Лог десятичный. Да, логично, не важно. Что мы можем делать? Мы можем задавать вопрос, какая цифра стоит на этом месте. Мы задаем вопрос, какая цифра на этом месте. Спросить сколько на ней на конце нельзя, да? Нет, нельзя, конечно. Но мы можем спросить там... А то у нас сразу диапазон будет очень маленький. Тогда мы сразу угадаем просто по количеству нолей на конце. Да, почти точно. Ну, почти для всех угадаем. Почти точно угадаем. Нет, там диапазон будет... Ну да, но... В пределах от 5 чисел, да. Вот, значит, мы можем спросить, какая цифра стоит на хитом месте. Нам возвращает какой-то ответ, мы спрашиваем снова, цифру на житом месте. Так. Так мы можем сделать 10 раз. После 10 раз нам нужно угадать, какой факториал был заказан. Ой. 10 раз. 10 цифр. 20 тысяч цифр в факториале. 6 тысяч факториалов. За 10 запросов нужно угадать, какой заказан. За 10 запросов. Блин. За 10 запросов. Вот. Ну, если бы факториалы все были достаточно большие, то понятно, как было бы действовать. Просто берем очень далекую цифру. Она примерно рандомная. То есть, ну... А если я запросил цифру, а такой цифры просто нет? Тогда если факториал меньше по длине, чем наш, то говорит 0. То есть, когда факториал с ведущими нулями. На самом деле загадан. Вот. Ну, если бы все факториалы были достаточно большие, то понятно, как было бы действовать. Спрашиваем одну очень далекую цифру. Она примерно рандомно распределена. Отсекаем, ну, типа, отсекаем 9 десяток. Примерно. Спрашиваем другую рандомную. Ну, и так за условные 6 запросов все находим. Это, наверное, понятно, да? Ну, мы верим, что она рандомная цифра у этого факториала, в целом. То есть, короче, утверждение, что у этого факториала на каком-то месте стоит плюс-минус рандомная цифра. Ну, допустим. И что это будет значить? А тогда мы просто спрашиваем, и по ответу мы отсекаем 9 десяток. Примерно. А-а-а! То есть, мы изучаем, сколько факториалов. То есть, мы можем так спросить раз в 6, и у нас останется один факториал. Но проблема в чем? Если у нас факториалы маленькие достаточно, то там просто везде будут нули. Мы спрашиваем ноль, спрашиваем ноль, и мы не знаем, какой из них. То есть, например, один факториал и два факториала мы можем отличить только по последней цифре. Поэтому мы обязаны спросить последнюю цифру. Более того, 720 факториала мы можем отличить только по третьей цифре. Вот. Ну, это не совсем так, потому что если мы спросили большую цифру, и там не ноль, то это точно уже не эти факториалы. Но если там нули будут, то... Ну, вот какую-то стратегию придумать. Красиво. Да. Ну, на самом деле, стратегия... Как? Ну, дерзайте, дерзайте, думайте. Задача прикольная, но решение такое банальное в целом. Думайте. Мишенька, спасибо. Спасибо, родной. Маткульт, пока.